Это программа «Действующие лица». Я Милана Урусова. Сегодня говорим об интернет-мошенничестве. О том, как не попасться на удочку хулиганов, расскажет старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России по городу Краснодару, майор полиции Олег Орлов. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время стало так много этих рассылок, смс-рассылок и электронных писем, которые поступают с сообщениями о выигрыше ценных призов. Насколько часто, как с этим бороться? На самом деле, это основная проблема сейчас криминогенной обстановки. Это именно интернет-мошенничество, телефонные мошенничества, рассылки в том числе. Но рассылки на самом деле сейчас немного отходят. Был бум, но сейчас как бы это все прекращается. По рассылкам, по поводу выигрышей, прежде всего всего себя обезопасить можно тем, что выигрыш предлагается от той или иной организации, от той или иной радиокомпании. Сейчас все это в свободном доступе. Можно найти на интернет-ресурсах точно так же телефон той или иной организации, позвонить туда и узнать, проводились ли там, проводятся ли там какие-то лотереи, по которым человек может, не участвуя в них, выиграть денежные средства. Тем самым как бы обезопасить себя. Так можно, то есть именно в интернет-рассылках. СМС-рассылки это в основном, как правило, представляется родственниками, детьми. Здесь как бы тоже себя можно обезопасить, позвонить, успокоиться и позвонить своему родственнику, кем представились. То есть если бы написали там, мама, я попал в беду, мне срочно нужна помощь, ну надо сначала успокоиться, осмыслить все, позвонить своему сыну, дочери и узнать, на самом деле деле все так плохо. А когда они пишут, не звони мне сейчас, я не могу отвечать, но у меня вот такая беда. Ну, все равно надо позвонить и узнать прежде всего. Это же родители, они же переживают. Ну, это родители, случаи разные бывают, но... А вот смотрите, какие еще СМС-рассылки есть, какие пользуются наибольшей популярностью, если мы говорим об этих, да, где представляются родственниками, может еще какие-то есть? Нет, ну СМС-рассылки это в основном, то есть призы и родственники. А так, преступление мошеннического характера в сети интернет довольно-таки обширное, как бы. Одним из наибольших в данной ситуации, в данном сложившейся обстановке, это продажа, покупка в сети интернет. Так как из-за пандемии были карантины, люди не могли выходить на улицу, и тем не менее, они как бы хотели что-то приобрести, что-то купить. Мошенники, в том числе, как бы, они тоже приспособились своей стороны к этой обстановке. И наибольшее, как бы, у нас сейчас число возбужденных уголовных дел, и это именно покупка на торговых площадках в сети интернет. То есть, каким способом это все происходит, то есть люди находят там на сайте бесплатных объявлений тот или иной товар, который их интересует. Начинают переписываться, то есть узнают условия сделки, купли-продажи, то есть как это все будет происходить. В свою очередь, мошенники пытаются людей перетянуть с этой торговой площадки на общение непосредственно, на иные мессенджеры, которые не связаны с этой торговой площадкой. Ввиду того, что основные крупные торговые площадки, у них своя собственная безопасность, где все эти чаты, переписки, как бы, контролируются роботами на недопущение размещения там сторонних ссылок, ссылок на сторонние интернет-ресурсы. То есть, перетянув потенциального потерпевшего на сторонний мессенджер, где можно отправлять все, что угодно, то есть человеку предоставляется ссылка, так сказать, для оплаты, либо для покупки, для получения денежных средств на сторонний ресурс, который идентичный, полностью как бы выглядит точно так же, как на котором было размещено объявление. Однако, этот интернет-ресурс уже подконтрольный мошенникам. То есть, там введены реквизиты для получения денежных средств непосредственно насчет мошенников. В этом случае, как бы, люди, ничего не подозревая, переходят, они видят то, что они хотят для себя видеть, они там видят, что они оплачивают товар действительно. Либо они видят, что человек им, как бы, оформил интернет-доставку, и вот им необходимо оплатить. Либо человек оформил интернет-доставку от нашего потерпевшего, и нашему потерпевшему приходит ссылка, где он должен получить денежные средства. Для получения денежных средств или для отправки денежных средств необходимо ввести в определенную форму банковские реквизиты. Номер банковской карты, три цифры с обратной стороны, нажать кнопку «Подтвердить». Ну, то есть, для людей, как бы, это все, они же пришли покупать, они пришли продавать, то есть, да, там, кнопка есть «Получить денежные средства». Люди нажимают «Получить денежные средства», но у них, к сожалению, денежные средства списываются с их картой ровно в той сумме, на которую они договаривались. То есть, в дальнейшем мошенник, как бы, не останавливается на этом. Он продолжает, он говорит, это какой-то сбой на торговой площадке, сейчас я все разберусь, я вышел на службу поддержки, вот, пожалуйста, ссылка, вторая ссылка на возврат денежных средств. Там, да, как бы, опять такой же аналогичный сайт, все, та же торговая площадка, вроде как, возврат денежных средств написано, где человек точно так же повторно вводит реквизиты своей банковской карты, и у него повторно списывается та же самая сумма. Поэтому, как бы, в принципе, повторюсь, как бы, но на всех торговых площадках есть роботы, которые призваны, созданы предотвращать вот эти вот мошеннические действия в том плане, что в чат, как бы, посылаются предостережения, что нельзя переходить на сторонние ресурсы, вся сделка должна именно проходить в этом чате, на этой торговой площадке. Нельзя переходить на сторонние мессенджеры, нельзя переходить там на другие там телефонные разговоры, что касается безналичных платежей, безналичной там оформления доставки товара. Потому что все это небезопасно. Но, к сожалению, люди это игнорируют и становятся жертвами мошенников. А что вы могли бы посоветовать краснодарцам? Каким рекомендациям придерживаться еще, чтобы не допускать подобных случаев? Рекомендации какие? Следовать, в принципе, инструкциям на тех или иных торговых площадках, не переходить ни в коем случае на сторонние мессенджеры, в частности, в WhatsApp. Не переходить ни по каким ссылкам сторонним. Если происходит все на этой торговой площадке, оно должно происходить там. Если человеку прислали потерпевшему, предполагаемому уже потенциальному ссылку, человек в виде там смс-сообщения, да, посредством мессенджера, посредством смс-сообщения, она уже как бы является небезопасной. Это уже 99 процентов, что человека обманывают. Вот сайты дублера, про которые мы говорили, да, когда тот или иной бренд, да, или же какой-нибудь сайт модного бутика могут подделать, немножко что-то приписать, очень часто это уже явление. Как различить, как отличить вот эту копию, назовем это так, от оригинала? Ну, как правило, именно хорошо вчитаться в название, в строке браузера, где прописывается этот магазин, прочитать, правильно ли он написан. То есть, потому что, как правило, там название то же самое, но различие там в один символ, в одну букву, или одна там буква вверх ногами, там, задом наперед, вместо D буква B. Ну, похожий, когда визуально человек на вскидку не может определить. То есть, он вроде смотрит, да, это название то. Либо, то есть, через дефис написано еще какое-то название, либо впереди идет какое-то название, а потом следующее, то есть, как бы, второе доменное имя идет уже название этого магазина. То есть, это уже говорит о том, что это сайт-дублер. Надеюсь, что мы и дальше будем осторожнее, и наши краснодарцы тоже. Прямо сейчас прервемся на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь. Это программа «Действующие лица». Я Милана Урусова. Мы продолжаем. Сегодня говорим об интернет-мошенничестве. О том, как не попасться на удочку хулиганов, расскажет старший оперуполномоченный. Отдела уголовного розыска МВД России по городу Краснодару. Майор полиции Олег Орлов. Период летних отпусков в самом разгаре. Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с какими-нибудь мошенническими явлениями, ситуациями, может, в сфере туризма того же самого? В сфере туризма, как при подготовке к летнему периоду, к сезону отпусков, мы начали сталкиваться еще в феврале месяца, когда люди начали заблаговременно заказывать туристические путевки в тех или иных базах отдыха. В пансионатах и тому подобное. Точно так же только здесь создается сайт-дублер того или иного пансионата. Предоставляются реквизиты организации, как бы все выглядит, как заключается договор, присылают человеку договор, человек подписывает ему реквизиты организации, и как бы вроде как все выглядит безобидно, но на самом деле банковская система несовершенна. И у организации, чьи реквизиты предоставляют, тоже есть организация-дублер, то есть у которой отличается ИНН, но банк, как бы перечисляя денежные средства, он основывается только на ООО, такая-то организация, а ИНН немножко у него на задний план уходит. И денежные средства на самом деле уходят не той организации, которой человек оплачивал. После этого, когда туристические путевки ему не поступили в электронном виде, он начинает нервничать, начинает искать в интернете, и начинает уже находить реальный сайт той или иной организации, пансионата, базы отдыха. Звонит туда и выясняется, что никакого заказа не было, никакой брони нет. То есть в этом плане тоже надо быть осторожным. Непосредственно, когда что-то подыскиваешь, надо найти, узнать вообще работает это или нет. В частности, был у нас случай, как бы по всей России люди попали. Есть такой пансионат «Энергетик», находится он в Республике Крым, куда довольно-таки много людей купили путевки. Потом, как выяснилось, когда они начали требовать свои путевки, оказалось, что данный пансионат закрыт до 2022 года на ремонт. То есть он, по сути, не функционирует. Ничего себе. Если они потеряли денежные средства, не получили этих путевок, то как можно вернуть эту сумму? Вернуть это уже в судебном порядке, непосредственно, когда будет изоблечен преступник, привлечен к уголовной ответственности, и уже в рамках гражданского судопроизводства будет вменяться та или иная сумма непосредственно преступнику. То есть только в судебном порядке при вашей помощи, да? А самостоятельно ничего сделать нельзя? Будет оперативно? Нет. К сожалению, я же говорю, банковская система у нас пока несовершенна. И в том числе также она обезопасивает людей от другого вида мошеннических действий. Поэтому если операция произошла, то есть денежные средства уже переведены, то есть вернуть их обратно уже никак нельзя. А к тому моменту, как люди поймут, что их обманули, обратятся в полицию, возбудится уголовное дело. На тех счетах, куда люди переводили денежные средства, их там уже, как правило, нет. Долго они там не задерживаются. Возможно ли такое, что при краже персональных данных, тех или иных реквизитов личных того или иного гражданина, вот эти недобросовестные хулиганы, будем их так называть, смогут открыть кредиты? Это в основном практикуется при другом виде мошенничества. Это когда нашим потерпевшим звонят, представляются сотрудниками банка. Причем здесь люди тоже, роль психологии срабатывает, дают свои результаты. То, что человек не задумывается, что когда ему представляются сотрудниками банка, зачастую не говорят, какого банка. А просто говорят, как бы, вот, безопасности банк. По вашим банковским картам проводятся подозрительные операции. Как бы люди сразу пугаются, у них все эмоции, все мысли отключаются, как бы, они переживают за свои денежные средства. Уже в ходе разговора мошенник выведывает, какие банковские карты есть у потерпевшего, какие, как бы, есть ли доступ в личный кабинет. И уже непосредственно получают доступ к этому личному кабинету. Опять же, посредством потерпевшего нашего. Как потерпевшие думают, что ему помогают, и он все личные реквизиты, пароли из СМС, все рассказывает нашим хулиганам. Наши хулиганы в этом случае, как бы, получают полный доступ ко всем счетам, какие есть у человека, помимо этого, через личный кабинет имеют возможность оформить онлайн-кредит. То есть непосредственно в этом банке, где они находятся, в личном кабинете, оформляется еще онлайн-кредит. И в таком случае человек, помимо того, как он теряет свои личные денежные средства, еще теряются деньги банка. В данном случае, как бы, здесь противоречивое мнение. Здесь, в данном случае, как бы, потерпевшей стороной является банк. Вот если непосредственно кредитные денежные средства были похищены, на эту сумму человек должен обращаться в гражданском порядке в банк, чтобы опротестовать данный кредит и его не выплачивать. Потому что потерпевшей стороной здесь является банк. Мошенники, как бы, использовав персональные данные человека, обманули сотрудников банка и завладели их денежными средствами. Насколько вообще безопасно на этих банковских карточках хранить свои деньги? Хранить денежные средства безопасно довольно-таки. Если никому, третьим лицам, не рассказывать свои персональные данные, не давать номер своей банковской карты и иные реквизиты, не диктовать пароли из СМС-сообщений и тому подобное. Это безопасно. То есть человек в этом случае просто сам открывает дверь сейфа посторонним человеком. А вот какова статистика? Сколько людей вот эту дверь сейфа открыли уже? Ну вот из полутора тысяч возбужденных уголовных дел, это с января, с 1 января этого года, то есть в процентном соотношении это у нас идет порядка 70% это мошенничество на торговых площадках, на интернете, где-то 30% это идет непосредственно, где представляли сотрудниками банка и завладели денежными средствами. Вот мы уже говорили о том, что в период пандемии вот эта статистика немножечко так выросла. Видоизменилась. То есть если до пандемии у нас было наоборот процентное соотношение, то есть порядка 70% это сотрудники банка, а порядка 30% это продажа и покупка в интернете, то в связи с пандемией немножко она поменялась местами. То есть возросла именно покупка и продажа в сети интернета. А вот как вы и ваши коллеги выходите на их след, на след мошенников? Ну это немножко как бы оперативно-розыскные мероприятия, не хотелось бы их разглашать. То есть когда уже в мире, как минимум в нашем крае, не останется уже мошенников, вы с нами поделитесь? Тогда, конечно. Тогда мы будем очень ждать этого. Вот вообще сложно, если в общих чертах немножечко рассказать, сложно ли найти их мысль на след? Проблематично. Очень проблематично, ввиду того, что как бы все это дистанционно. То есть если обычная кража, это отталкиваешься от места происшествия и уже ищешь, кто куда пошел, зачем пошел, куда что унес и тому подобное. В данном случае это все дистанционно, это неимоверное количество запросов, неимоверное количество бумаг, на которые необходимо получить ответы. В дальнейшем, исходя из того ответа, который ты получил, необходимо направить опять запросы. То есть в этом временном плане очень проблематично. То есть это очень долгосрочное, как бы, чтобы прийти непосредственно к какому-то логическому завершению, необходимо проделать очень много различных мероприятий. А вот скажите, к интернет-мошенничеству мы же можем тоже отнести тот же самый взлом в социальных сетях? Да, конечно, это один из видов. Интернет-мошенничество, где взломывают страницы в социальных сетях. И уже непосредственно от имени владельца этой страницы начинает делать рассылку. Сбор средств? Сбор средств, либо просто напрямую. То есть люди взломали страницу, ознакомились с перепиской, где, как, какой словарный оборот, к кому, как он обращается, человек, да? Ну, то есть изучили его жизнь, грубо говоря. И уже непосредственно они могут обратиться к его товарищу тем же самым языком, с тем же самым словарным оборотом и попросить у него денежных средств в долг, допустим. Сказать, вот мне срочно нужны деньги, перечисли, пожалуйста, их туда. Ну, человек, как бы, он видит, что по словарному обороту он, как бы, общается с тем же самым со своим знакомым, он ничего не подозревает, перечисляет денежные средства. Ну, это, как бы, опять же, ну, это единичные случаи сейчас. Мало кто. То есть, несмотря на то, что это единичные случаи, нам лучше чистить все личные сообщения, не оставлять их на виду? Лучше чистить, лучше пароли придумывать получше. Это была программа «Действующие лица» с Миланой Русовой. Сегодня говорили об интернет-мошенничестве, о том, как не попасться на удочку хулиганов, рассказал старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России по городу Краснодару майор полиции Олег Орлов. Спасибо огромное еще раз. До скорой встречи на Главном городском.